Важный этап предвыборной гонки в США. Хилари Клинтон дает официальный старт своей избирательной кампании. Это, конечно, формальная церемония, но каждая деталь имеет значение. От того, что говорит кандидат, до того, как выглядит и где выступает. Хилари Клинтон выбрала Нью-Йорк, парк имени Франклина Рузвельта. Это один из самых почитаемых американских президентов. Именно он вывел страну из Великой Депрессии. Его либеральные реформы создали в США систему социального страхования и пенсий. При Рузвельте возникла Организация Объединенных Наций и отменен сухой закон. Хилари Клинтон будет подражать своему кумиру. Она уже предложила радикальную реформу избирательной системы США. Эту реформу разработал Нью-Йоркский Центр правосудия и социальной справедливости, руководит которым Майкл Уолдман, он же бывший спичрайтер Билла Клинтона. В эксклюзивном интервью RTVI Майкл Уолдман о новой стороне старой медали. Майкл, большое спасибо за интервью. Хилари Клинтон объявляет о начале своей избирательной кампании. Очень многие считают, что она будет продолжать политику своего мужа, когда он был в Белом доме. Вы тесно работали с Биллом Клинтоном. Как вы думаете, насколько такое утверждение справедливо? Для нее это очень интересный вызов. С одной стороны, ее муж очень популярен и бытует такое мнение о 90-х, как о времени мира и процветания. Билла Клинтона вспоминают как политика, который преобразовал демократическую партию в центристскую. С другой стороны, это было давно. Появилось много молодых избирателей, которые просто не помнят это время. Если она будет слишком полагаться на прошлое, то рискует выглядеть старой перешницей. Ей необходимо взять самое лучшее из политического опыта Билла Клинтона, но при этом выглядеть современно, чтобы привлечь тех избирателей, которые голосовали за Барака Обаму. Майкл, а какие вопросы, какие проблемы будет Хиллари Клинтон поднимать в ходе этой президентской кампании? Что для нее важнее всего? То, о чем она говорила в общих чертах, пока без особой конкретики, это то, что свою кампанию она хочет посвятить простым рядовым американцам, их повседневным нуждам. Здесь на первое место выходит экономика, такой экономический популизм. Она будет противопоставлять демократов республиканцам. Кроме того, Хиллари Клинтон уже выдвинула очень смелые предложения по другим внутренним проблемам США, например, в области иммиграционной политики. Она выступила против массового тюремного заключения, как она описывает ситуацию с переполненными тюрьмами в США. На минувшей неделе Клинтон сделала сильные заявления по поводу прав избирателей, предложив ввести всеобщую автоматическую регистрацию избирателей США, чтобы облегчить доступ к голосованию для всех американцев. Это драматические перемены в том, как в США регистрируют избирателей сейчас. Наш центр предлагал такие перемены в течение долгих лет. Мы в восторге от того, что теперь этот вопрос становится в центр избирательной кампании. Ну а что важнее всего для американцев? О чем вообще будут говорить в ходе этой избирательной кампании? О каких проблемах? Что говорит Билл Клинтон, избирательные кампании — это дискуссия о будущем, а не о прошлом. Сейчас американцы немного спокойнее чувствуют себя по отношению к экономической ситуации. Но их по-прежнему очень волнует вопрос неравенства и проблема сохранения достатка среднего класса. Экономика работает хорошо, но не в пользу большинства. Дискуссия об экономике всегда в центре всех избирательных кампаний в США. Внешняя политика на этот раз также будет в центре оживленной дискуссии. Республиканцы будут указывать на хаос в мире, усиление террористической группировки ИГИЛ, иранский вопрос, война в Украине. Посмотрите на все это, скажут они. Демократы — слабаки. Еще со времен войны во Вьетнаме демократы страдают от этого имиджа, имиджа слабаков во внешнем политике. Во время президентства Билла Клинтона и Барака Обамы, а также вследствие ошибок, которые совершил Джордж Буш, демократам во многом удалось избавиться от этого имиджа. Но республиканцы постараются вернуть его к жизни. Против Хиллари Клинтона это не подействует. Она воспринимается как очень жесткий политик. А в международном плане будут говорить о чем? Об ИГИЛ, об угрозе безопасности Израиля, о вопросе Украины и отношений с Россией? Я думаю, что самым большим вопросом будет, кто может предложить более твердую политику по защите интересов Америки в мире. Здесь, конечно, будет обсуждаться и возможная сделка с Ираном по ядерной проблеме и поддержка Израиля. И уже сейчас заметно, в основном среди республиканцев, что у них уже началось состязание, кто будет жестче говорить с Владимиром Путиным. Хиллари Клинтон, повторюсь, жесткий политик. Она уверена, что сможет устоять и в этом вопросе. Майкл Уолдман, директор Брэннон Сентера. Спасибо большое за интервью. Продолжение следует...